Атаман, Атаманушка, вот Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! Краснодарскому краевому колледжу культуры исполнилось 70 лет. Как и положено, круглую дату творческий коллектив отпраздновал яркой с размахом. А ты Россия, матушка Россия, История колледжа началась в 1948 году, когда в станице Староминской открылась Краснодарская краевая культурно-просветительская школа, ставшая первым подобным образовательным учреждением культуры на Кубани. Какое-то время школа существовала в городе Хадыжинске, став культурно-просветительским училищем. А уже в 1963 году учебное заведение переехало в станицу Северскую, где с 1998 года и по сей день стало называться Краснодарским краевым колледжем культуры. В юбилейный день заслуженные поздравления получали студенты, работники колледжа и в первую очередь его преподаватели. Я хочу от всех студентов, от всех преподавателей, от огромной армии работников культуры, через черточку выпускников колледжа культуры, пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов и, конечно же, никогда не забывать, что основа ложится там, где вы начинали свое обучение. Уже несколько десятилетий колледж воспитывает в молодом поколении любовь к культуре и традициям России и Кубани. Тысячи выпускников заняли свое место в жизни не только северского района и края, но и всей нашей страны. Некоторые бывшие студенты несут культурные традиции за пределами России. Мой низкий поклон преподавателям, мой низкий поклон ветеранам труда. Я хочу, чтобы колледж и дальше прославлял нашу Кубань, и не только нашу Кубань, а всю великую Россию. И знаете, очень радостно мне бывает, находясь в других районах, когда люди ко мне подходят и говорят, а мы закончили ваш колледж в Станинце-Северской, мы закончили ваш колледж. Мне очень приятно видеть этих людей в Двилисской, в Услабинске, в Динской. Везде, везде наши колледж с юбилеем! Какой юбилей обходится без награждений? В честь праздника, почетные грамоты и благодарственные письма из рук районного руководителя получили все, кто вносит неоценимый вклад в развитие колледжа. Награду достоились и учащиеся. Сегодня без творческих коллективов колледжа культурой не обходится ни одно крупное мероприятие района. Студенты учреждения оправдывают надежды своих наставников, принимая участие и побеждая на конкурсах краевого, всероссийского и мирового уровня. Любое выступление студентов колледжа всегда находит отклик в душах сидящих в зале. Всегда это взрыв эмоций, всегда это положительный заряд. И тот посыл, который идет от студентов в зал, всегда находит отклик в наших душах. Браво преподавателям, браво великолепным студентам, творческих побед, свершений, праздников. Со сцены теплые слова произнесли нынешние и бывшие преподаватели, отдавшие родному колледжу не одно десятилетие. Колледж культуры должен лететь как комета. И вот этот шлейф, он должен в дальнейшем также разбрасывать свои ростки на планете, особенно на планете Кубань, для того, чтобы активизировалась еще больше наша культура, чтобы она развивалась во славу Кубани, на благо России. И все должно быть прекрасно. Продолжился праздник запоминающимся юбилейным концертом, представившим все грани талантов воспитанников колледжа. Новое поколение приходит на смену. В школе номер 12 в станице Дербинской состоялось торжественное посвящение учеников казачата. Мероприятие прошло с должным размахом. На посвящении присутствовали родители ребят, казаки, духовенство, а также глава ильского городского поселения Николай Головко. После поздравления ребята принесли торжественную клятву, которая ознаменовала начало нового этапа в их жизни. Ученики школы номер 12 в станице Дербинской перед знаменем, атаманом, казаками и всеми присутствующими торжественно клянемся. Свято хранит верность России к казачьим традициям. Веду! Всем ребятам вручили отличительные знаки Союза казачьей молодежи Кубани, после чего от лица казачьего общества учеников поздравил атаман Северского района Александр Дедов. Для чего мы это делаем? Чтобы вы были казачатами. Мы хотим, чтобы вы были счастливыми в своей жизни, чтобы вы хорошо смогли построить свою семью, знали, как выстроить отношения даже внутри семьи. Всему этому учат наши казачьи традиции. И не только этому. Вам потом в руки мы отдадим нашу землю, которую вы будете хранить, беречь, защищать и передадите потом нашим урокам. Вступление в ряды казаков для ребят большая ответственность, однако посвящение прошло в дружеской праздничной атмосфере. С самых своих истоков казачество неразделимо с церковью. Настоятель Свято-Никольского храма отец Кирилл благословил новоиспеченных казаков и казачек, но успехи в учебе и поздравил со знаменательным событием. Поздравляю вас с посвящением казачата. Казак – это очень ответственное звание, это статус, особенно в нашем казачьем крае. Это целая культура, это целая жизнь. Я желаю, чтобы вы жили этой жизнью, жили идеалами казачества, которые всегда были славны на нашей земле, России, особенно на Кубани. И чтобы эти вы были носительны чести казачьи, ни в коем случае не посванили. Обычай и традиция, история и культура казаков – это часть того наследия, которое необходимо беречь и хранить. И глядя на новое поколение кубанского казачества в лице школьников нашего района, можно смело сказать, что это наследие в надежных руках. 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Следуя многолетней традиции, в Северском психоневрологическом интернате состоялось открытие Декады, посвященное Дню людей с ограниченными возможностями здоровья. В СПНИ уделяют большое внимание созданию условий для активного досуга людей и реализации их творческих способностей. Команды интерната ежегодно участвуют в краевых спартакиадах и показывают отличные результаты. В копилке Северского ПНИ большое количество грамот и кубков. Торжественное открытие прошло в теплой атмосфере. В адрес собравшихся прозвучали добрые слова и пожелания от руководителя и гостей учреждения. Я очень рада приветствовать открытие Декады инвалидов и поздравить ваш замечательный коллектив с этим ежегодным традиционным уже событием. Декада инвалидов – это напоминание всем о необходимости внимания, милосердия, заботы и помощи людям. Это возможность в очередной раз доказать людям с ограниченными возможностями, что они являются полноценной частью общества. На открытии выступили студенты Краснодарского краевого колледжа культуры. Ребята представили музыкальные и танцевальные номера. Концерт внес разнообразие в повседневную жизнь проживающих в интернате. Каждый номер вызвал приятные эмоции и улыбки на лицах. Публика каждый музыкальный номер встречала аплодисментами. Праздник получился добрым и душевным. В зале царила атмосфера доброты и тепла. Сегодня мы начали торжественную неделю благодаря колледжу культуры. Мы искренне благодарны Жанне Великановне. Это замечательный концерт, который они нам сделали. Через 10 дней будет награждение инвалидов. И все, кто активно участвует в жизни интерната. Рождественское настроение уже проникает почти в каждый уголок Лондона. На Риджен-стрит над головами туристов и горожан парят гигантские ангелы из тысяч огней. Знаменитые магазины и рестораны тоже приукрасились к Рождеству. Этот огромный золотистый омар поселился в одной из витрин универмага «Фортнум и Мэйсон». Другие витрины усыпаны горами сладостей, а здесь со снежной горки летят волшебные сани с подарками. В каждой витрине детского магазина «Хэмлис» можно увидеть настоящую зимнюю сказку, а у входа покупатели развлекают эльфы. Но не только Риджен-стрит изумляет рождественскими украшениями. Королевские ботанические сады Кью превратились в праздничный оазис огней и музыки. Пляшущие снеговики, скачущие олени и Санта-Клаус в санях. На фоне оранжерей «Пальмовый дом» разыгрывается грандиозное шоу из света и лазерных лучей. Каждую тропинку и полянку здесь украшают разноцветные огни. А в этой аллее среди качающихся гирлянд можно погрузиться в покой и размышления. Это так удивительно. Думаю, детям должно очень понравиться. Атмосфера прекрасная, рождественская, витает дух Рождества. Чудесно. Мне очень многое понравилось здесь. Впечатляет поле света дизайнеров и таки. Понравились все эти огоньки. Захватывающее представление. Прекрасно сделано, блестяще. Сады Кью украшают уже шестой год подряд. И с каждым разом световое шоу становится грандиознее. Ожидается, что за праздничный сезон здесь побывает четверть миллиона гостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова